Презентацию, да? Конечно, да. Ну, сейчас расскажу, что у нас следующее ваше занятие. Несколько презентаций таких успехов, где пришел с собой натаскать. Так, ну что, мы постараемся закончить некий какой-то обзор, я бы сказал, худнятизм этого в широком смысле. Значит, в прошлый раз мы остановились на доменной структуре, я, может быть, буквально два слова еще добавлю про доменной структуры. Значит, какие проблемы там связаны в эксперименте и в теории с вопросом доменной структуры? Ну, собственно, с точки зрения теории, вот все проблемы доменной структуры решает так называемый микромагнетизм. Микромагнетизм рассматривает как некую систему, как некую неоднородную систему, в основе которой, в основе этой неоднородности, лежит доменная структура. Причем микромагнетизм рассматривает как проблему, скажем, уединенного доменчиков, например, цинентрического домена. Такие проблемы связаны с системой таких домен, с их динамикой. статикой и динамикой, динамикой корида, динамикой. То есть этот вопрос, вообще говоря, кроме такого фундаментального значения, еще они и чисто прикладными являются, поскольку до сих пор, вообще говоря, доменной структуры, доменной конфигурации рассматривается, вообще говоря, как некий элемент прикладного магнетизма, кстати, вот терминология типа прикладной магнетизм, дальше магнитоэлектроника, вот эти вопросы много связаны с доменной структурой. Ну и, кроме того, рассматриваются доменной эффекты, и доменной структуры используются такие вопросы, как магнитооптика, скажем так, но я уже упоминал, что на основе доменной структуры можно формировать решетки, фактически нефракционные решетки, в чём нефракционные решетки управляемые магнитным полем, это очень важно. Ну а сама проблема, нормальной структуре нет, ещё чисто технический аспект, потому что с магнитизмом связаны, вернее, с доменной структурой связаны технические вопросы намагничивания. Вот я остановлюсь на вопросах технического намагничивания, то есть фактически намагничивание, вот когда говорят слово техническое намагничивание, имеет ввиду намагничивание конкретного материала и эта проблема технического намагничивания включает в себя проблему дефектности реальный материал как правило дефектным является дальше это проблем добавленной структуры ну и конечно же глобальные проблемы связаны с природой формирования магнитного состояния электронной структуры спинной структуры они конечно же сказывается на намагничивание вот я нарисую здесь типичную такую кривую намагничивания эмотаж вот этот процесс намагничивания вообще говоря как идет процесс намагничивания я нарисую какую-то такую кривую ну ясно что если ваш магнитик это неоднородная система по основе которой лежит данная структура то во внешнем магнитном поле начинает работать сразу несколько механизмов иногда конкурирующих механизмов вот я простой пример приведу опять же связанные с такой пластинкой магнитной которая ось легкого намагничивания олн лежит перпендикулярно плоскости пластинки здесь у меня средства пластинки ну и давайте представим себе что у вас пластинка разбита на два домена то есть одна полуплоскость вверх магнитный момент другой полуплоскости вниз и вы включаете магнитное поле вот скажем вдоль оси легкого намагничивания включаете внешнее поле что у вас вообще или происходит если у вас моменты в насыщения находится так то ясно что в этом случае у вас процесс намагничивания будет предполагать движение доменной стенки то есть фактически прямую намагничивание будет определять доменная структура итак важный важную роль в процессах технического намагничивания играет процессы движения доменных стенок движения доменной стенок то есть ясно что вот это у вас полуплоскость этот домен он выгоден относительно направлять магнитом этот не выгоден объем выгодного домена начинает расти и доменная стенка начинает двигаться если что в этом случае вы будете увеличивать насчет намагниченность то есть если она исходным стать была равна нулю куда на уважающую намагничество увеличивается этот процесс будет связан с процессом движения доменной стенок ну если у вас магнитные моменты в доменах находится в насыщении то тогда фактически вся пива этого ничего не будет обусловлено процессами смещения доменной стенок и та восприимчивость которой пойдут речью с хи равняется дм-дх дм-дх она будет определяться как раз движение доменной стенок и она фактически никак ну или почти никак не будет связано с микроскопической восприимчивостью то есть с фундаментальным свойством системы которая предполагает вообще говоря отсутствие доменных эффекта доменной структуры ну а если у вас имеется какая-то неоднородная структура внутри доменов еще или если вы работаете вдали от насыщения тогда у вас возникает конкуренция механизмов разных это процессы ну я давайте так нарисую условно пусть у вас в этом домене суммарный магнитный момент существует в том же направлении вот но магнитом как-то газориентирован ну они могут быть разориентированы за счет температуры они могут разориентированы за счет эффектов скажем какой-то там неоднородности еще внутри дома это уже там дефекты и так далее а значит что в этом случае будет вот конкуренцию эффектов движения данных границы так и эффектов вращения магнитных моментов то есть если эти магнитные моменты разориентированы но находится в освещении тем не менее так то тогда в этом магнитном поле они будут подворачиваться к полю в этом смысле различают процессы вращения и процессы вращения магниченности и процессы значит процессы связанные с движением добавить стены это не так просто бывает реально в конкретном материале вообще вклад этих двух типов процесса требует технического намагничивания определить но правда чаще всего доменная структура доменная структура уничтожается на прогрессах чаще всего это конечно касается как право слабо анизотропных магнитиков в недовольная структура обычно устраняется достаточно небольших полях тогда до каких-то полей у вас будет работать процесс связанных с движением добавить стенок затем включится процесс связанный с вращением магнитных моментов ну вот если ситуация так выглядит это в общем-то позволяет разбить как бы участок его намагничивания в две части вот это раз кроме того в процессе движения добавить стены важную роль играет обратим внимание на эту же картинку то есть поскольку положение вот это этапами стенки в идеальной пленке или пластинки вообще на самом-то деле может быть любым и это не требует никаких затрат энергии или в отсутствии поля то в принципе когда вы включаете поле у вас не существует никаких сил которые бы препятствовали движению доменной стенки правильно вы включили хоть скоро угодно слабое поле вы тем самым делаете вере лучше наоборот делайте этот домен абсолютно энергетический так вот и принципе эта доменная стенка может очень большой скоростью двигаться так уже в слабых полях вот так на практике не бывает значит какие процессы препятствуют вообще говоря вот этому супер быстрому движению доменной стенки ну два типа процессов это дефекты дефекты и второе это процессы связанные с музеем со спинного релаксации со спинного релаксации другими словами это процессы связаны с как бы с трением спин по решетку среднем спинафа решетку ну это в кавычках нужно конечно взять чего потому что ну тренинг спинафа решетку как-то так вот ну зачем идет речь то есть понятно что когда у вас доменная стенка движется так это же очень интересный вопрос потому что это вопрос прикладную аспектами это очень важно связаны с с частотами скажем с частотами характерными частотами тех устройств скажем магнитной записи обработки информации используют магнитный материал то есть понятно что чем выше скорость движения доменной стенки тем принципе вот эти частоты могут быть более высокими тем более высокими будут частоты но ясно что движение этой стенки переворачивает спины переворачивать спин ну и понятно что у вас спин так или иначе связан с решеткой связан с решеткой и понятно что вообще говоря есть некие силы которые препятствуют быстрому вращению спина быстрому повороту спин это же переход переход в спинной подсистеме то есть если мы рассмотрим какой-то конкретный спин конкретный ёл магнитный да что у него происходит грубо говоря у него спин переход с одного состояния если говорить о квантовой системе в другое состояние вот представьте себе у вас два уровня были да он находился вот в этом состоянии выгодно для него а теперь мы уже перемахнуться новое состояние чего-то станет тоже еще со временем менять же картинка на самом деле вот так вот переворачивается вот это состояние в этом домене но было невыгодным здесь это выгодно и по мере движения вот эти два состояния меняются местами вот этот процесс бесконечно быстрым не может быть не причем потому что ясно что для переходов квантовых ну существует определенные времена определенные характерные времена и этот процесс переход мгновенно не бывает эти времена определяются тем что вызывает спинно-решёточной элоксации временами спинно-решёточной элоксации будут лимитировать эти скорости но на самом деле в реальных материалах дефектных материалов существуют другие факторы которые больше уровень как правило играет ну действительно потому чтобы достичь предельных скоростей движения на время границы нужно иметь идеальный материал и в принципе тогда скорости могут достаточно большие то есть эта скорость ему порядка 20 км в секунду скажем я из сферитов такую величину скажем по моему ортоферитов 20 км в секунду хорошая скорость ну это некие предельные скорости которые могут быть реализованы только в идеальных плёнках идеальные плёнки я уже говорил только японцы могут создавать вот они почти очень плёнки делают знаете вот маленький такой пример я помню что в 97-м году я был на конференции в Кикини по сверхпроводимости и там завершая конференции для японец выступал музыка как бы с неким обзором вот такого с обзором прикладных работ по высоко температурной сверхпроводимости и еще я был немножко поражен потому что он сказал что вот на самом деле только примерно 2015 году эти высоко температурные сверхпроводники будут очень широко использоваться на практике только в 2015 году и сразу после чего где раньше причем он даже объем сказал объем денег который будет связан с этим прикладным с приложением я сейчас не помню цифру уже но в 2015 суббот меня поразил а потом я из доклада понял о чем идет речь идет в том что для прикладных целей нужны конечно высококачественные материалы и на самом деле лимитирует время как бы да вот это время использование широкого практического использования материала время когда уходит фактически на на отработку технологий изготовления приготовления всех качественных монокристаллических пленок вот пластинок и он говорит что вот пластинки порядка скажем дециметром на дециметром 2015 года иссно из конецоукционного для работы и в описании потом он использован из высокотементраторы уже о каком-то практическом использовании этого явления у а какой дефект играть давайте посмотрим как его нельзя движущиеся дам эту стенку и вот дефект это да 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 ну что значит дефект ясно что когда я говорю магнитный материал не интересует магнитный эффект ну что может выступать в качестве магнитного дефекта ну это нарушение магнитных структуры нарушений магнитных структуры может быть связано с нарушением исторической структуры но представьте себе просто у вас где-то в месте расположение магнитного как правилокате он находится просто вакансия то есть отсутствие магнитного магнитная вакансия ясно что к чему-то приведет ну поскольку насколько у вас обрываются связи вот у вас плоску решетку рассматривать ближайшие соседи да скажем у меня этот магнитный центр один пропадает значит у вас обрываются магнитной связи и кроме того у этих соседей тоже одна связь уже оборвалась то есть вас образуется некий такой класса некий некая область но понятно она будет размера если у вас параметры решетки вот это вот величина магнитных материалов как правило лично порядка 45 от страны ну я напомню что минимальное расстояние между атомами это как правило расстояние спорта ферритах типичный магнитных материал это про расстояние катимон-анимон ну например железо кислород ферритов но даже станет железо железо на 4 вот это типичная цена 454 с половиной такая типичная величина ну а если у вас значит для этих соседей они на 45 расположена центру тоже идет нарушение жарда связь обрывается понятно что в целом вот это вот нарушение магнитной структуры начинает затрагивать уже такой наноскопический комплекс то есть у вас такой наноскопического размера образуется дефектная область на наносом некий что происходит реально при движении дамы на стенке через такой нано кластер через такой магнитный дефект очень просто стрелки вернее давай на стенка может задерживаться на эффекте то есть это так может выглядеть посмотрите вот периферийная часть дамы на стенке уже прошла задержка такого типа такие кривые можно принципе не такие формы изогнутые формы такого такой дамы на стенке их можно экспериментально обнаружить почему потому что на самом деле если это магнитная дамы на вернее структуру сегодня это вообще говоря такой я бы даже стал каком-то смысле увлекательный раздел магнетизма почему потому что для наблюдения дамы на структуры ну вы знаете можно использовать в типичном каком-нибудь принтере так но я по крайней мере знаю что на зоне у меня этих самых принтеров разных ну кстати принтеры видишь ну вот я имею принтеры которые с которыми сейчас я где-то уже стоят час проверяйте за полторы тысячи можно купить принтер картридж тоже стоит полторы тысячи тысячи так сказать дело в том что принцип работы принт принтер очень часто вот используем на эффекте ну скажем так магнита неоднородности и значит какой-то эмульсии магнитной краской краску краску делают магнитный мы тогда конечно на это краска где-то на каких-то неоднородности магнитных оседает где-то нет пусть магнит из области вы знаете мы задавая какой-то профиль магнитный ну то есть добытную структуру формируем ну как вы можете там взять вот такой добыт формируется с направлением скажем от нас кругом здесь будет направление на вас вы понятно что у вас в результате этот магнитный порошок как-то вот здесь вот на границе там где неоднородность есть конечно он так осядет или его там плотность будет больше и так далее это принципе можно вот использовать для такого принтинга и печали итак что у вас было происходит происходит такая задержка вот это все смотрят чаще всего конечно магнит не с помощью порошка а с помощью магнита оптики магнит оптики на чем основан магнитооптический метод изучения добытной структуру ну самый популярный вопрос он о том что у вас значит эффект фарадеи используется либо эффект кера эффект фарадеи и кера это два магнит оптических эффекта их еще и связывают с так называемым циркулярным двуприловлением или циркулярным дихраизмом это как бы две стороны одной и той же медали ну дело в том что электрическая проницаемость у нее есть реальная часть да именно не моя часть с новой частью электрической проницаемости связывают эффекты поглощения всякие так ну а вот если вы говорите каких-то таких айзотопных оптических эффекты то вместо вот это поглощение используют термин дихраизм дихраизм как правило когда вы слышите дихраизм значит речь идет о эффектах связаны с ну или по-другому с двупоглощением вот так называем двупоглощение есть двуприловление и 2 поглощить так не говорят обычно дихоизм у них тоже может быть вот то что я назвал 2 поглощение чаще всего соответствует потому что за линейный и хоризм будет означать что они не ходите вы берете линейно-паляризованный свет и поглощение у вас начинает зависеть от ориентации плоскости поляризация света зависимость поглощения от плоскости поляризации света называют с линейным и хоризм еще циркулярный хоризм это эффект появление разности разности поглощения были разного поглощения для двух циркулярны поляризованный лучей ну то есть правый левый поляризованных лучей это циркулярный дихоизм но есть еще и линейный два приложения этого иcat используется эффект фарадея и эффект фарадея это эффект на пропускание а эффект на отражение ну понятно что в другом случае работают электричество панициальность работы но если на что в эффекте фарадея на пропускание работает значит работает вещественная часть вещественная часть это циркулярное преломнение а вот эффекте керна на отражение работает соответствующая мнимая часть того же самого электрической проницаемости систем поэтому в зависимости от того как вы организуете вот этот магнитооптический эксперимент вы можете его либо подражение вот либо прохождение но прохождение обычно перпендикулярно свет пускает пластинки и при прохождении света через пластинку вот как в данном случае это значит геометрия фарадея у вас циркулярно поляризованные право и циркулярно поляризованные влево они будут иметь разницы ну или другими словами если вы будете плоско параллельные то есть при плоской поляризации вас просто произойдет поворот плоскости поляризации ну так из-за того что на самом деле плоско поляризованный свет вы можете разложить на право и лево ну там созвига фарс поэтому при прохождении у вас после поляризации поворачивается поворачивается но в зависимости от от ориентации магнитного поля или магнитного момента образца у вас этот поворот происходит либо по-либо против часовой стрелки и мы сюда либо сюда зависимости от того как направленный момент ну скажем условные для такой ориентации сюда ну и это позволяет конечно вам выстроить вашу магнитооптическую методов экспериментально так чтобы скажем одни домены вы не видели бы вообще другие вы видели можно это сделать ну конечно для этого надо использовать там поляризаторы анализаторы вот так что вы можете один вот этот луч не видеть скажем этот вид поэтому скажу в фарадерской методике у вас одни это вы видите и вот такого типа картинки можно он прям в наших лабораториях магнитных виду видеть так что происходит даже у вас фактически последствия задержка движения на дефекте может происходить ну естественно когда вы поле увеличиваете так все равно понятно в каком-то поле всего произойдет срыв вот такой срыв и у вас дальше ночью домой на стенках это рвется от дефекта и будет продолжать движение но понятно что для того чтобы использовать эффекты связанные вообще данные стен используем на практике ну это конечно хорошо не хорошо вот с этим полем слива обычно связывает то что называют кратитивной силы водички называют кварцитивная сила кварцитивная сила фактически карцитивная сила вот определяется тем полем слива который необходимо предложить чтобы преодолеть этот деформирующий как и дам эту стенку дефект ну и понятно что у вас результате на самом деле наличие дефектов будет приводить к тому что клевая технического обогничивания приобретет свойства истерезисные например так истерезисные свойства условно то есть у вас процессы связанные с движением с изменением доменной структуры при нарастании и при уменьшении поля могут не совпадать при этом то есть это вносит конечно такой аспект сложный аспект в проблемном обничивании реальных материалов я уж не говорю о том что в реальных материалах у вас же есть еще и границы границы понятно что на магничивании по разному будет выглядеть пластинки причем даже по разному в зависимости от толщины почему а потому что у вас вот например цилиндрический домен такой в плоскопараллельной пластинке вот его обычно рисует вот так вот так скажем момент суда вокруг суда ну а так начнут его разрез как здесь нарисовал ну-ка идеализированные конечно ситуация на практике эти домены выглядят следующим образом это вот такого типа объекты то есть у них по глубине по глубине пластинки еще имеется некая такая неоднодоравность ну или это чтобы назначать автоматом это будет означать что все процессы связаны с динамика статика динамика таких доменов будет зависеть от толщины еще пластинки ну и плюс крайние эффекты плюс крайние эффекты понятно что сама поверхность образца даже идеального во всех отношениях уже является магнитным дефектным причем на поверхности у вас если вы берете вот у вас решетка вот поверхность вот поехали понятно что у вас на поверхности часть опять же магнитной связи оборвана для этих тоже часть еще оборвана поменьше и по мере движения в грудках материала то есть при переходе от поверхности потому что по английски балк называется так вот балк очень популярны магнитчиков слово балк свойства это свойства объемные но есть еще поверхностные свойства и ссорферс ссорферс поверхностные свойства и объемность когда вы видите балки речь идет об оборвана свойства вот ясно что объемные свойства будут определяться как раз вот теми магнитными катионами ну или в общем случае магнитными ионами которые конечно облибинять или под поверхностью расположены на самом деле это вот чрезвычайно вопрос такой непростой потому что видите как одно дело когда у вас образцы это годы кристаллы большие скажем да там у вас объем объемный ну или так назовем парциальный как бы объем да вот этих вот объемных ионов он больше значительно чем ну то есть короче говоря концентрация поверхностных и она будет относительно небольшой если монокристалл большой ну а если монокристаллы маленькие вот а это ведь не всегда удается большие так монокристаллы получать если они маленькие предположим у вас микро размера размера если надо размера там вас число поверхностных атома число объемных они просто могут быть одного порядка это означает что ваш материал будет принципиально магнито неоднородный материал вот это очень важно и конечно для него будут какие-то свои особенности проявляться и поэтому скажем надо магнитные материалы сейчас очень для терпеть хотя надо магнитизм его исследовали очень давно зайдет как модно все надо пришла но она у нас связана я думаю примерно как пришли к власти у нас вот этот надо дует так вот так и вода на на материалы пришла с ними вместе хотя самый главный надо у нас сейчас надо рыжий такой весел чубайс он такой не надо но его на данный послали я думаю что да и надо материалов но перед в интернете называют почаффа что в интернете называют почаффа то что если написать раз нам большими буквами по латинице прочитать пить везде пишут свои большие буквы везде там на конференциях где читают латиниц вот есть такое слово мусор да если его прочитать английский мусор знаете кого мусор называют у нас это дело в том что сейчас популярность у нас есть мусор там вообще кстати по телевидению мента пока все время говорят а мусор нет а раньше вот очень давно медицинеров мусорами называли нет не было 9,7 назад еще называли ну очень короче в 70-е какие то 80-е годы там мент как то мент как то странно мусор вроде иначе Мусора, 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 майнкоп, да, то есть если прочитать это приличное слово, как Майнкоп, Майнкоп это город, там на каткасе, вот, кроме того, Майнкоп еще второй смысл имеет, приличный, мусор мой, коп мой, майнкоп, видите, вот поэтому я думаю, что мусор, конечно, плохо с одной стороны, а с другой стороны, приличный есть маял. Искать, во всяком деле, что-то такое позитивное. И так, для наноматериалов, конечно, проблема магнитной структуры, всего-то микромагнетизма, она супер такая сложная, но дело в том, что сейчас иногда наноматериалы, если у вас число магнитных кардионов не очень большое, это, вот, то такие наноматериалы сейчас удается иногда просчитывать, то есть моделировать, моделировать даже не в рамках микромагнитизма, а в рамках просто расчетов, численных расчетов, такого типа решеток, с включением, там, гаметониды газа, такие хорошие микроскопические расчеты удается проводить. Ну вот, в связи с данным магнетизмом, надо еще отметить целый класс магнитных материалов, так называемых молекулярных магнетиков. Вот мы о них не говорили ничего, вот, но, ну, представьте себе, вот вы берете, скажем, переходите от какого-то балл материала, вот, к наноматериалу, вот, и пытаетесь число магнитных ионов уменьшать, 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 уменьшать. Но вы можете по-другому все, в конце концов, тогда лучше наоборот. Берете один магнитный ион, потом рассматриваете два магнитных иона, три магнитных иона и так далее. И вот, если вам удастся из нескольких магнитных иона составить молекулы, достаточно устойчивые молекулярные образования, ага, у вас появляется, значит, фактически возможность говорить о новом материале магнитном, молекулярной магнетике. Вот один из таких типичных примеров молекулярных магнетиков, марганец-12, то есть это фактически молекулярный магнетик, где в основе лежат вот такие большие, ну, из-за 12-атомных молекулярных образований, из-за марганца. Ну и понятно, что в этом случае у вас как бы проблема молекулярного магнетика, она как бы две, имеет такие два, а на другом уровне выявляется. Первый уровень это описание изолированных молекул магнез-12. Ну, в принципе, в этом случае вы можете, зная организацию, то есть структуру этой молекул, вы можете вообще говоря, даже с помощью численных расчетов, ну, как правило, численных расчетов, значит, включить в гамильтаньян, в этой молекулы, в Газимбертовской армии, в Адонисно-Терапию, там, все, что хотите, там, взаимодействие, с Волшинско, можно и так далее, и так далее. Вот, и чисто, численно решать эту задачу. Поведение магнитного боли, там, температурный эффект, осознарение, когда. Ну, есть и вторая проблема, это уже проблема молекулярного магнитика, как системы таких вот молекул, данномолекул, потому что размером в этой, в организме 12 молекул. Ну, и, конечно, этот вопрос, вот, он непосредственно будет связан с надомогнетистом, потому что вы будете иметь либо, ну, чаще всего, это типа порошкообразных, такие образы составленные из таких вот молекул. Ну, конечно, там свои свойства начнутся, почему? Потому что эти молекулы друг с другом начинают там, как-то, взаимодействуют, вот, и там начинают работать квантовые эффекты, очень необычные квантовые эффекты. Какого типа? Ну, вот мы немножко говорили о проявлении квантовых эффектов в гонетисте. Эффекты связаны, скажем, с пространственным квантованием. Но есть еще очень необычные эффекты, связанные, и очень сильно проявляющиеся в молекулярном магнитике. Это эффекты, скажем, перемагничивания. Эффекты перемагничивания. То есть, вот как реально происходит процесс перемагничивания. Представьте себе, что у вас вот эта молекула начала в магнитный момент, как-то он сориентирован. И вы пытаетесь перемагнитить эту молекулу. Очень непростой вопрос и очень непростой ответ на этот вопрос о перемагничивании в молекулярном магнитике. Ну, почему он непростой? А дело в том, что это мы с вами школьный взгляд бросаем обычно на эту проблему. И да, все кажется очень просто. Представьте себе, у вас магнитный момент ориентирует в этом направлении, да, а вы в поле включаете в противоположном направлении. Вот что, как процесс перемагничивания у вас будет происходить? Это очень непросто. Дело в том, что формально, формально, если вы поле выключите, да, то две ориентации магнитного момента, вот эти вот, они вообще говоря, эквивалентные. Ну, так же, как мы с доменами смотрели. Но, когда вы включаете магнитное поле, они вообще становятся неэквивалентными, ну, а как реально, как реализуется вот этот переход между двумя конфигурациями? Вот здесь, на практике, иногда проявляются квартовые эффекты туннелирования. Квартовые эффекты туннелирования. То есть, такой, эти два состояния рассматриваются как некий двухъявный, с ним связывается некий двухъявный потенциал с симметричными яблами. Ну, когда вы включаете, значит, магнитное поле в одном направлении, у вас одна яма проседает, это, естественно, так. Одна яма проседает. Но система-то находилась вот в этом состоянии у вас, так. Акты выгодно стало состояние с обратным направлением. А как перескочить-то вот здесь? Здесь два варианта. Есть, конечно, температурный эффект, то есть перескопы такого надбарьерного перескопа термоактивированного, так, ну а при низкой температуре, я температуру-то могу понизить, так, чтобы вот эти процессы надбарьерного термоактивированного перескопа подавить. Вот тогда вы что-то работать, процессы подбарьерного перескопа, то есть процессы туннелирования, процессы туннелирования. Вероятность перехода туннельного, она, как правило, небольшая, и вот, небольшая. Поэтому вот эти процессы, они, как правило, такие, не, не, ну, слабо, маловероятные, маловероятные. Но, тем не менее, вот на молекулярных магнетиках такие квантовые процессы туннелирования, они просто и металленно замечены. Кстати, это все вопросы, связанные с мультурным магнетизмом, с квантовыми эффектами в перемагничивании. Довольно свежие все вещи. Я могу так сказать, что вот я в 94-м, по-моему, году, был на конференции в Варшаве по магнетизму. И вот там в то время было очень полное направление, связанное с перемагничиванием нано-магнитных частиц. Между прочим, в молекулярной магнетике вот эта проблема магнита 12, она чуть позже еще появилась. А вот тогда и шла о перемагничивании нано-частиц, и еще иногда говорят, суперпромагнитная частица. Что такое суперпромагнитная частица? Ну вот, пожалуйста, у вас пример. Дело в том, что эта система имеет магнитный момент, который формируется 12 магнитными моментами магнится. И, если что, эта величина, в общем, суммарно магнитный момент может быть очень большой. И в целом этот магнитный момент ведет себя, как магнитный момент отдельного иона. И в этом случае мы говорим не просто парамагнитный ион, и парамагнитист, а мы говорим суперпарамагнитист. Имея в виду, что речь идет о больших квадратных моментах, которые ведут себя как отдельный магнитный. Скажите, а вот у него жидкости на магнитное тоже молекулярные в магнитике или там что-то другое? Ну, магнитные жидкости. Кстати, прямое отношение к магнитным жидкостям наши университет уже имеют. У нас наши, кстати, выпускники, выпускники нашей кафедры бывших проектов по науке Алексея Иванова. Наши на матфизике? Да, завкафедры матфизики на Матмехе. А он и заканчивал нашу кафедру. А после окончания, там была кафедра, причем эта кафедра была новая на Матмехе, она ее организовала. Приехавшись из Москвы, они пригласили специальника из Москвы на уровне математика. Вот, и вот он организовал ту кафедру, все. И молодежь направлено, и вот туда попали как раз вот Алексей Иванов и Андрей Зубарев. Вот, Зубарев тоже. Он, правда, не нашу эту кафедру заканчивал, а кафедру оптики, ну, то есть компьютерной физики, по-моему, ничего. Понятно. Вот. Ну, и вот они туда пошли. Тем более, что, вот я сейчас забыл на фамилию этого профессора, который действительно молодой был. И очень активный такой, как всегда, кафедра. Дело в том, что математики, у них очень хороший, но у них, я бы так сказал, это, правда, нет, я не буду про нас говорить. Я всегда математиков выделял. Мне казалось всегда, что математики немножко, ну, чем, как бы, ну, выше. Немножко так выше. Но у них, как-то, видите, с ГДРами, народ, как бы, старел, на мой взгляд, старел и чуть-чуть дрехел. Как-то, вот, многие направления, они такой, какой-то, консервативно, ну, не знаю, типа, архаично-консервативный характер имели. Вот, и вот создание кафедры математической физики, да, ну, как-то такую мощную, свежую струю внесло. Тем более, из Москвы его пригласили. Вот, он потом уехал, правда, в Канаду, вместо того, как только где-то, еще в начале 8 месяцев выехал в Канаду, и потом он там заболел и умер. А вот эти ребята остались, и вот сейчас Иванов, заведующий этой кафедры. Вот они когда занимаются магнитными эмульсиями, магнитными жидкостями. Магнитная жидкость, ну, магнитная жидкость, она самая разная может быть. То есть это что имеется в виду? Вот у вас жидкость, где есть магнитные эмульсы. Ну, взвесь там, как бы, это... Ну, чаще всего, ну, да, чаще всего-то в себе, если такие, разные там, там, есть, ну, там, я не большой специалист в жидкостях, там. Единственное, что знаю, что, видите, вы можете магнитные моменты вносить, ну, в виде порошка, скажем, так, какого-то, в виде наночастиц, в любую жидкость, и делать некую такую смесь, как бы, так, эмульсию, потому что обычно, когда вы помещаете, скажем, какую-то наночастицу магнитную, в жидкость, да, там, на границе, ну, тем более, видите, как, здесь есть еще один маленький нюанс, ну, да, я бы не сказал, что он маленький этот нюанс. Дело в том, что поверхность любого материала, любого твердого тела, особенно, конечно, нано-материала, потому что там уровень поверхности, ну, необычная, ну, такая вот, высокая, почему? Потому что там число поверхностных атомов, концентрация поверхностных атомов, большая, в общем, вот. А для того, чтобы эти атомы не только в магнитных отношениях, да, меняются, ну, то есть у них в один и на сцене, а в другое, но еще и обычная электронная структура не другая, ну, например, кристаллические поля, да, понятно, что, смотрите, вот, для этого атома поле будет обладать, ну, да, в данном случае, да, такой, тетрагональность симметрии, ну, это симметрия не будет вот для этого атома, или для этого, тем более, и так далее. То есть, и симметрия на поверхности будет другая, ну, не только симметрия, ну, и, скажем, величина кристаллического поля, значит, величина расщепления, величина параметра фразных и так далее. Ну, например, очень важный параметр, это, например, потенциал организации, ну, то есть, энергия необходима для того, чтобы электрон вытащить. Вот, или, наоборот, посадить электрон. Если мы вытаскиваем электронное, говорим, потенциал организации, ассоциатива электрон. Вот энергия необходима для посадки электрона, а не, ну, или, или удаления дырки, то есть, для организации дырки, как бы, да, не электронная дырка. Вот, это то, что называют сродство к электрону. Вот так вот. Или, по-английски, affinity. Аффинити. Вот. И... Это очень важная характеристика, особенно, когда вы, например, говорите о процессах химических, о химических реакциях, окисления, восстановления и так далее. Там же, как раз, речь идет вот о соотношении между энергией, необходимой для удаления электрона, то есть, вот, ионизации. У вас при этом котел как бы образуется, да, или, наоборот, присоединение, или, ну, да, у вас аймон образуется. Так вот, поверхность многих магнитных материалов, она одновременно является такой поверхностью, где очень сложно устроено вот это соотношение окислительно-восстановительной, ну, реакции, как бы я так говорю, небольшой химии. Другими словами, эти материалы могут широко использовать как катализаторы, если чё, для разного рода химические реакции. И, поэтому, неудивительно, например, почему химики очень часто занимаются материалами физически, ну, например, наши химики. И вот они занимаются манганитами, там, кабальдитами, всякими и так далее, как правило, онкестрами. Почему? Да прежде всего их интересуют эти системы как катализаторы для разного рода химических реакций. Вот. Причём это же такой предполной интерес там вообще не то, что тут наши там всякие номерные структуры и так далее. Там предполной интерес такой, если говорить, в рублях, ну, чем в долларах, это миллиарды долларов, если не триллилёрных. Вот. Поэтому эти проблемы там большое внимание уделяют. Другими словами, если вы берёте вот какой-то такой наноскопический материал магнитный, помещаете его в жидкость, то там, как правило, формируется некий такой кластер, ну, то есть на поверхности состояние жидкости будет изменено, конечно, так. То есть образуется некий такой слой переходный, где у вас меняется электронное состояние поверхности к атомам, ну, и меняется жидкость тоже. То есть в таких классах образуется. Вот, собственно, когда эмульсия у вас формируется, чаще всего именно так и происходит. Ну, а дальше всё зависит от того, как мы подобрали этот материал. Он может реакции стимулировать в этой жидкости. Ну, и вот один из таких практических применений тоже, ну, я не знаю, там, может быть, немного миллиардов долларов, ну, скажем, миллион долларов. Это, например, процессы, связанные с винодельем. Ну, вы знаете, что там, вот, надо вино выдерживать, там, 10 лет. Сколько? 10 лет ждать, писать себе. А выпить хочется оружие. Вот. Ну, делают очень просто. Берут туда, пух, значит, магнитный материал. Там поболтали, вот, образовались вот такого типа кластеры. И, причём, на поверхности очень быстро идёт процесс вот этот вот брожения, процент брожения. То есть ускоряется процент брожения. Причём не можно управлять магнитным полем. Это тоже очень важно. То есть не просто так можно было бы не магнитный какой-то найти катализатор. Здесь важно как раз то, что вы можете управлять магнитным полем. Во-первых, вы магнитным полем можете болтать. Ну, то есть, ну, лучше по-другому. Вот, чтобы механически перемешивать, да? Не надо, вы можете перемешивать, не перемешивая эту жидкость в магнитным полем. Ну, то есть, вы берёте, скажем, магнитный момент, вы можете подавить. Значит, эти свойства у вас подавятся. Или включить магнитное поле. Значит, всё. Поэтому, убирая, скажем, магнитное поле, вы каталитические свойства, ну, что-то там, скажем, как-то подавляете. Вот это будет в соответствии с того, что вы поболтали. То, что вы включили и так далее. Вот это практически приложение, думаю, немножко такое, как бы, даже смешное в таком смысле так. Но, тем не менее, реально совершенно такие вещи рассказывают. Я скажу, что у нас в регионе как бы занимаются ещё в Пельме. Вот Пермский университет, ну, это как бы наш вот такой ближайший тут сосед, если говорить о старых университетах. Вообще, Пермский университет, ведь он старше нас, старше нашего университета. Дело в том, что корни университетского образования в Перми, они куда уходят? Вот, вы не знаете? Куда уходят корни? Вот, корни всегда куда-нибудь уходят. Они у них уходят, знаете куда? В Польшу. Не странно, в Перми, Польшу. А просто дело в том, что, когда наши доблестные ВСК подавили восстание в Польше, ну, там было очень много, как при Сталине, так много очень переселено народа. Ну, то есть в Сынку там сослали и так далее, и так далее. И вот в Пермь попала группа профессоров польских. И, собственно, вот эта группа польских профессоров там как бы и послужила неким ядром для формирования в будущем вот некого университетского центра. И вот магнитчики из этого университета, они когда-то занимаются магнитными жидкостями. Вот. То есть для нас-то, для Екатеринбурга это вообще новое дело. И вот здесь вот Алексей Иванович во время, так сказать, первый этим занялся. А в Пермь занимаются очень давно. Давайте мы первое все-таки сделаем. Да, то есть вот, видите, мы потихоньку с проблемой неоднородного магнитизма, связанного с данной структурой, перешли вот на молекулярные магнетики. Но оно того стоит, потому что молекулярной магнетикой довольно много народа занимается. Причем я могу сказать, что через молекулярные магнетики многие теоретики прошли. Видите, как? Вот на самом деле я уже говорил о том, что магнетизм для многих теоретиков не обязательно магнитчиков как бы, да? Он очень привлекателен. Дело в том, что вот те самые магнитные системы, магнитные гаммельтонианы, это, как правило, самые популярные, вообще говоря, гаммельтонианы, имеется в виду гаммельтон, гастингер, гейзингер. Сами эти слова, они на, ну, очень популярны просто, так сказать, вот вы скажите, гаммельтон, гастингер, да? Это как некое такое ключевое слово, вот, и вас за своего примут в каких-то корпорациях таких физиков самого разного толка, не только магнитчиков, конечно. И поэтому очень многие теоретики проходили через магнетизм. Я не говорю о каких-то классиках, вот там Гайзенберг, Ландау, да, собственно, все, да, вот, уровни Гайзенберга, Ландау, люди, да, они вот через магнитизм, да, или иначе проходили. Но сегодня то же самое. Поэтому молекулярные магнетики, они одновременно очень модными стали, да, но ясно, что сразу огромная масса теоретиков, оп, туда сразу бросается. Ну, вот, модные задачи, ну, такие. Тем более, там сразу есть модная задача, там, ну, сразу публиковать легче, там, и так далее, и так далее. Вот, и, кстати, довольно большая масса теоретиков из Иклеринуры тоже занималась кулькуратными магнетиками с адерикациями вместе. Вот, если институт физики металлов, то, вот, вот, тот же Миша Коснисон, вот, он имел бы заниматься. Дальше вот наши расчетчики этим делом занимались тоже и так далее. И одно время молекулярные магнетики были таким очень популярным таким предметом на, к сожалению, на разных семинарах, конференциях и так далее. Идем дальше. Значит, я сейчас хотел бы перейти к вопросам, связанным, как бы, с несколько другими свойствами, но магнетиками. Дело в том, что магнетики, видите, они же обладают не только такой, чисто магнитными какими-то свойствами, но они обладают и механическими свойствами, вот, какими-то тепловыми свойствами, оптическими свойствами, которые, так или иначе, конечно, связаны с магнитным состоянием, безусловно. Вот я, видите, сегодня уже немножко рассказал вот о магнитоптике, скажем, но магнитоптика это вообще очень большой раздел. Так же там и теории, и эксперименты, и прикладной интерес очень большой. Магнитоптика сегодня огромный раздел, вообще говоря. Более того, есть такой термом «прикладная магнитоптика». Вот тут как раз само сочетание просто говорит о том, что магнитоптика сегодня, это, в общем-то, вопрос еще и прикладного такого значения важного. Два слова хочу сказать о механических свойствах магнитиков. Ну, прежде всего, о явлении магнитостриции и пьезомагнетизма. Магнитостриции и пьезомагнетизм. Ну, что это магнитостриция? Под магнитострицией понимают изменение объема и формы образца в магнитном поле, так формально. Ну, если мне нужно более общего сказать, то, когда мы говорим по магнитостриции, мы имеем в виду изменение формы и, лучше сказать так, объема и формы образца при изменении магнитного состояния. Почему? Потому что изменить магнитное состояние мы можем не только при внешнем поле магнитное, но и, скажем, температуру. Поэтому какие-то особые механические свойства, ну, в частности, деформацию магнитный материал может испытывать просто при изменении магнитного состояния. Ну, скажем, при магнитном предназначении, то есть, вот, рассматриваем спонтанный отсутствие поля, значит, базовый перевод магнитного предназначения. Если что, пол будет вас сопровождать каким-то изменением объема и формы образца. Ну, понятно, что объем и форма, ну, здесь надо, так сказать, симметрийный аспект сразу упомянуть. Дело в том, что, когда мы говорим о деформации образца, мы вводим тензор деформации, тензор второго ранга, так, и понятно, что объем, объем связан с той частью этого тензора, которая, шпуру, соответственно, в отличие, но на шпуру. Обычно этот тензор записывают таким образом. Эпсилон, ну, давайте так вот я. Ну, давайте так сделаем. Я выделю шпуровую часть, дельта, эпсилон 0 на дельта ион, плюс, так запишу, плюс эпсилон, а не затрону. И вот так давайте пока я сделаю. То есть шпуровую часть я выделю, плюс некая анизотропная часть. Ясно, что изменение объема будет связано вот как раз с этой частью этого тензора деформации. Ну, а изменение формы будет связано с анизотропной частью тензор деформации. Это как бы две ипостаси одного и того же явления, но это не исключает ситуации, когда у вас, скажем, в результате изменения магнитного состояния может происходить только изменение объема или только изменение формы. Пожалуйста. Хотя чаще всего, конечно, происходят изменения и того и другого. Конечно, магнитострикция для практики очень важное явление. Почему? Ну, просто, прежде всего, речь идет о так называемых магнитострикционных преобразователях. То есть преобразователи, которые позволяют управлять механическим состоянием процесса, практически, размерами процесса магнитным полем. И если вы, скажем, подаете на образец переменное магнитное поле, то в результате у вас может сформироваться такое переменное поле деформации. Вот. То есть размер образца будет переменно меняться. Ну и в результате вы можете такое делать магнитоакустический преобразователь, скажем, переводить в электромагнитное колебание. Ну, как правило, относительно низких часов обычно об этом идет речь, в акустическое колебание. Ну, звук, в частности. Ну, вот это, к примеру, как выглядит, вы берете сердечек магнита, да, вот переменную поле, там, 220 вольт включаете, он начинает гудить, так. Ну, будет он за счет чего? Вот за счет эффекта, там, метастрикция на самом деле, да. Почему? Потому что колебания, там, скажем, не только 50-герцовые, конечно, почему? Потому что это преобразователь, преобразователь, часто не линейный, конечно, так. То есть у вас образуется некий спектр, вот, звуковые тоже колебания, вы это слышите в виде такого гудения. Вот давайте мы рассмотрим проблему магнитострикции на таком примере, как бы микроскопическом. Я думаю, что это будет полезно как с точки зрения и макроописания явления магнитострикции, так и с точки зрения объяснения природы магнитострикции. Вот давайте я вначале рассмотрю вот такой квадратный кластер, ну, вернее, актерический кластер, квадратный актерический кластер, вот здесь я симпатичный нарисую. То есть вот у меня ион сидит магнитный, ну, с каким-то спин, там, в отличие от нуля будет, да, видит. А вот здесь вот сидят катионы, вернее, амионы, ну, скажем, классов типа, в ферритах, например, это классов типа феррум О6, где феррум трехвалидный, как правило, в ферритах. Вот такой классов типичный. То есть формально речь пойдет как бы об объяснении магнитострикционных свойств, кстати, иногда говорят магнитоупругих свойств, то есть магнитоупругих свойств. Вот. Ну, понятно, что магнитоупругость это несколько более общее понятие, чем магнитострикция. Магнитострикция, вот, чаще всего, в магнитострикции говорят, имея в виду, как бы, изменение формы и объема образца, так? Но это внешнее, как бы, проявление, на самом деле, изменение магнитного состояния, вот, внешние, механические проявления. Но ведь на самом деле, обратите внимание, что при изменении магнитного состояния у вас может произойти изменение упругого состояния решетки без маркоскопической деформации. Вот я вам простой пример приведу. Представьте себе, что ваш магнитный материал, решетка магнитного материала состоит из нескольких подрешеток бровей. Из нескольких подрешеток бровей. Пусть они магниты будут, каждый, да? Вот. Вот. Ну, мы знаем, что, на самом деле, реальные специалистические решетки, они состоят, ну, если они не знают, что сложно, да? Решетки с бастером. Они состоят из стабильных друг друга решеток бровей, причем одинаковые по геометрии. Представьте себе, меняется магнитный состояние. Вот что у вас происходит при этом с этими подрешетками бровей? А есть два эффекта, как бы, принципиально разных, если мы говорим о магнитокругости. Есть эффект, связанный с движением, относительным движением, приземлемый стей, подрешеток друг относительно друга. То есть, они сами по себе не меняются, да? Но сдвигаются друг относительно друга. При этом у вас атомы-то в этом материале будут как-то там смещаться. То есть, магнитокруги свойства на микроуровне будут проявляться, да? Но, произойдет ли при этом, будет ли при этом макроскопическая деформация? Нет. Макроскопическая деформация появится тогда, когда у вас каждый из этих подрешеток, ну, например, объем изменит, да? Или форму. Они останутся при этом эквивалентными, но каждый подрешетки либо объем, либо форму изменит. То есть, другими словами, это должно соответствовать не относительному движению подрешеток БРВ, а синхронному такому движению, да? То есть, обе подрешетки скажут, оп, изменили объем, оп, изменили как-то форму, да? Вот в этом случае вы увидите макроскопическую деформацию. А в первом случае будет микроскопическая деформация, но невидимая. То есть, при этом просто у вас атомы сдвинутся, но в целом макроскопическая деформация, вот так вот, тензора макроскопическая, ноль будет. То есть, это такая, как бы, скрытая магнитострекция. Ну, так не говорят, но, вот скажем, скрытая магнитоупругость или скрытое смещение атомов, так нормально, так говорят. Скрытый, хитрин. Это очень важно, между прочим, эффект. И теоретика, я не всегда должен помнить. Причем, потому что экспериментатор уже не видит этого. То есть, для него это так же примерно, как эффект исчезновения магнитных моментов в антиферомагнетике. Магнитчик не видит, если он использует обычную методику магнитную, в антиферомагнетике он магнитную моменту не видит. Для него это, на первый взгляд, просто немагнитный материал. Точно так же и в случае вот этого скрытых смещений, так же. То есть, в случае, как в случае, значит, относительного движения под решеток брова, также у вас не происходит изменение микроскопической деформации. И если я пытаюсь найти связь магнитное состояние, механическое состояние материала, я этой связи не вижу. Вот. Если я использую, конечно, микроскопический метод, ну, просто берю форму, там, скажем, и объем пристала на его. Правда, если я буду использовать микроскопические методы, которые мне позволили бы следить за перемещением отдельных атомов, я бы, конечно, это заметил. А как я могу следить за перемещением отдельных атомов? Ну, здесь надо обратиться к методам типа рентгена и нейтронов. Вот. Дело в том, что, видите, сегодня с помощью нейтронов или лентгенов, или нейтрон-дифракций, или лентген-дифракций, я могу определить достаточно точно, могу определить положение всех атомов, ну, в лентген-дифракций, скажем, да. И, в частности, смещение подресчетной паровой я тоже могу определить. Вот. Поэтому нейтроны, лентген, ну, правда, нужен, как правило, очень хороший лентген. Почему? А потому что при изменении магнитного состояния, как правило, происходят очень небольшие смещения атомов. Очень небольшие смещения атомов. Типичное значение магнитострикций – это величины порядка 10 минус 5. Типичное значение. Что это означает? Это означает, что при изменении магнитного состояния у вас, скажем, 1 метр, да, 1 метр. Ну, если он уприняется, предположить, да, 10 минус 5, это метр, это 100 сантиметров. Это тысячная миллиметра, это микрон. То есть на метре микрон всего. Вот много это или мало? Ну, мало, конечно. Но дело в том, что, если вы хотите теперь с помощью рентгена или нейтрона определить вот эти небольшие смещения атомов, представьте себе, какая вам точность нужна. Вот, я пишу, например, положение атомов элементарной чеки. Кстати, я напомню, что положение атомов элементарной чеки обычно задается в единице соответствующих параметров. То есть координаты атома задаются в единице соответствующих параметров решетки. Ну, параметр агутцы. Поэтому они безразмерными, как бы считаются. Ну, типичное значение пишем. Слушай, 0, 23, 48. Вот, например. Ну, такое типичное значение из рентгена или нейтрона. Это, да, 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 да. Видите, знак какой здесь тянет? Ну, а для того, чтобы определить вот это вот 10 минус 5, нужно еще дальше узнать. Вот. То есть это очень хорошее изменение. Есть, на самом деле, такие. То есть иногда удается из рентген-дифракции или нейтрона дифракционных измерений на самом деле увидеть вот эти смещения, скрытые смещения. Увидеть. Ну, а, видите, магнитострипцию, то есть макроскопическую деформацию, ее на самом деле с очень высокой точностью меряют сегодня. С точностью 10 минус 7 сегодня такая типичная. Даже можно еще выше. Ну, такие лабораторные точности порядка 10 минус 7. Ну, представьте себе, у вас эффект есть минус 5, а у вас точность есть минус 7. Ну, то есть еще один процент вообще всего получается. Два, я об этом тоже уже говорил, два типа есть датчиков. Это дензодатчики и квадсовые датчики, квадсовые датчики. То есть ге-задатчики называем. Вот, и все можно измерять довольно точно. Ну, вот вернемся к нашей задаче теперь. Расскажите, а нейтроны как измерять? Нейтрон-дифракция, да, то же самое. Нейтроны дают ту же самую картинку, что рентген. Дифракция идет, она яркая. Рентген, нейтроны с яторами взаимодействия. Я вам об этом тоже, кстати, говорил. Дело в том, что рентген, на самом деле, что исследует? Что детектируют рентген? Распределение зарядовой плотности. Но зарядовая плотность, она от ядер и есть электроны. Вот. А нейтроны детектируют положение ядер тока. Вот. Поэтому, строго говоря, это больше означает, что данные, полученные из нейтронов и рентгенов, строго не обязаны совпадать. Почему? Потому что центр ядра не всегда соответствует центру, ну, некому, да, так условно, центру распределения электронной плотности. Почему? Электронная оболочка может быть смещена относительно центра, относительно ядра. Особенно в низкосимметричных кристаллах, где, скажем, у нас электрические поля действуют на узлах, центра инверсии нет, скажем, на узле. Тогда понятно, что положительная ядра, отрицательная оболочка как-то смещается, образуя депольты. Вот. И, в принципе, сравнивая при этом, ну, только, наверное, высокоточные, конечно, какие-то данные нейтронов и рентгенов, мы можем у человека работать на освещение электронных оболочек относительно ядерной темы. Вот. Ну, вернемся к нашим аппаратам. Итак, ну, давайте рассмотрим такой комплекс. Вот. И меня будет интересовать энергия магнитной анистропии. Дело в том, что, как, вообще говоря, появляется магнитная упругая энергия? И что это такое, вообще, магнитная упругая энергия? Вот. Ну, механизмов магнитной упругой энергии сразу начну. Много довольно. Я бы даже так сказал, что, знаете, как, вот, к сожалению, всеми этими вопросами, я имею в виду микроскопические природы, вот, магнетизма, магнитооптики, магнитоупругости, там, пьезомагнетизма и так далее, природа довольно много занимается, но, знаете, особого прогресса, я бы сказал, что, как бы, нет. Знаете, во многом из-за чего. А вот, вспомним, молекулярные магнетики. Моды, вот, в нашем мире, вот, я бы сказал, что царь суть моды вообще. Вот. Это, знаете, как бы, вторая сторона в нашем сообществе это такая гламуризация своеобразная. Вот появилась мода в молекулярной магнетике. Бак! Сразу туда коллективы, теоретиковые экспериментаторы перемещают, приезжали туда все там, кто-то сталкивает друг друга, все начинают заниматься. Вот. Ну, все. Либо поле вытоптали, все так. Вот. Ну, и тогда даже и разобрались с чем-то. Ну, чаще всего, как бы, топчутся, топчутся, большого прогресса, и тогда волна отхлынет и ищут новое какое-нибудь. Вот это проблема. И так вот. Сейчас вот графен, уже графен тихонечко отходит. Вот сейчас там топологические изоляторы, и так далее. Вот. Есть, правда, какие-то темы, которые, ну, более-менее продолжительно остаются, вообще-то, в центре внимания. Но вот относительная роль таких тем, она то больше, то меньше. Как-то так вот тоже осцеливая. Вот. Вот такие фундаментальные вопросы природы тех или или иных эффектов, и так далее. Тех или иных механизм, тех или иных кладов, гаментонения. Это такая фундаментальная еще проблема. Так. Вот. И видите, как бы, она не подвержена вот веянием моды. Ну, что, на ментальных проблемах. На ней, в общем, я бы сказал, что, ну, сильно, так сказать, не выиграешь ни в чем. Более того, да такие проблемы, к сожалению, и денег-то много не дают. Но представьте себе, вы заявляете проект и пишите, я вот хочу выяснить природу магнитно-упругой взаимодействия. Интересно, все так посмотрят, да вот, чёрт, вот, нашёлся это всё. Ну, нашёлся один настоящий физик, вот, он хочет выяснить. Потому что все мы, ни чёрта уже не пощут. Откуда там это всё и так далее. Уже все занимаются вот сиюминутными темами. Ничего вы не получите на такую тему. Но если вы добавите слово, например, природа магнитно-упругой связи в наноскепических материалах. Вам этот рыжий, надо рыжий, вам что-нибудь слюни. Ну, надо ещё, так сказать, как-то там немножко. Вот, понимаете, это не безобразие, конечно. Что делать? Это, конечно, не то, что творится на телевидении, но, тем не менее, вот эта зараза, она, конечно, все слои охватывает, в том числе и нашу корпорацию, наше сообщество. Хотя, конечно, считаю, что наши сообщества в каком-то смысле, но вот, может быть, наиболее всё-таки в этом отношении, так сказать, менее подвержены. Но, тем не менее, не подвержены. И, конечно, внутри сообщества они-то вообще изучают, там, возмещаются, как бы, всё, и так далее. Вот, хотя в соседней сообществе там вообще уже ужас, что творится. Вот. Вот такая ситуация. Так вот, вопрос всё-таки так поставить. В чём природа, так, нет-упругой связи. А на самом-то деле, если рассмотреть вот все подряд взаимодействия, которые проговорились вам, обменные взаимодействия, дальше анистропии и так далее, вот с каждой из этих, будем говорить, магнитные взаимодействия обязательно связан магнитно-упругий вклад. Я приведу пример. Вот смотрите. Я пишу обменные взаимодействия в паре. В, обменные, равняется И от R1,2, напишу, или просто вот R, да, S1 на S2. Ну, или давайте здесь напишем 1,2. Где R1,2, о, это вот 1,2, ну, это вот этот радиус-вектор, R1,2. Ну, понятно, что, на самом-то деле, это обменный интеграл, это не просто число, это некая функция расстояния между атомами, да, и тогда я что могу сделать? Давайте я разложу, ну, возьму такую линейную задачу, пусть у меня смещается только вот в этом направлении, да, то есть тогда вместо R можно написать, скажем, x просто координат. Я тогда просто напишу, скажем, возьму производную по смещениям, то есть возьму, значит, что в качестве некого нулевого такого значения, равновесного значения, значение какой-то R с ноликом, скажем, это просто будет параметр решетки, так сказать, вот, до того, как вы меняете там магнитное состояние, начальное состояние, начальное значение параметр решетки, вот, и тогда вы обменное, вы запишите так, я, повторяю, перейду на линейку, такой на линейный случай, и от x, 0, да, s1 на s2, где x0 это равновесное расстояние, плюс d и от x по dx на дельта x, дальше s1 на s2, s1 на s2, ну и плюс и так далее. Дальше, дельта x к x0, это у вас будет деформация, да, то есть как раз будет, то есть вы вводите, ну я условно, тензор деформации, я видите, правда, линейную задачку рассматриваю, дельта x, x, ну обычно здесь не пишут епсилон, а пишут обычно, ну ладно, ставим епсилон, что будет понятно, то есть вы вводите дельта x на x0, это у вас относительное удлинение, сокращение связи, так, все, и вот эта слагаемая у вас моментально превратилась в магнитоупругий вклад, это магнитоупругий вклад обменного взаимодействия, то есть вы теперь можете написать Вейкченч МЕ, магнитоэластик, это будет вот что, начиная здесь дельта x, умножаем, дюдю, так, вы получите, значит, константу, я ее обозначу L, эту константу, L на епсилон, епсилон, s1 на s2, L, магнитоупругая константа, магнитоупругая константа, ну а для нас она просто, видите, как выглядит x0 на di по dx в равновесии, вот и все, то есть фактически магнитоупругие константы, то есть те константы, которые фигурируют в магнитоупругом гамильтоняне, что значит магнитоупругий гамильтоняне, здесь мы видим гамильтоняне магнитоупругой линейной по деформациям связи, ну, может быть, линейной магнитоупругой связи, хотя по спинам она квадратичная в данном случае, вот, ясно, что константы будут связаны фактически с производными просто, то есть они будут отражать зависимость параметров, в данном случае обменного взаимодействия, обмен хинтегралов от расстояния, вот, кстати, для обмен хинтегралов, в зависимости, точнее говоря, от расстояния, часто работает так называемый закон Блоха, закон Блоха, вот, есть два закона Блоха, в общем, есть два Блоха, точнее говоря, есть Блоха, известный довольно физики, вот, я не помню как зовут женщину, еще забыл просто, а Блоха зовут Феликс, вот, так вот закон Блоха, вот, я формально сейчас запишу, Д логарифм И по Д логарифм Р, я расстоянию, вот, порядка 5-10, ну, это безразмерная величина, вот, так, Д логарифм И по Д логарифм Р. Ну, что-то такое, ну, можно по-другому написать еще, смотрите, Д логарифм это Дельта И к Дельта Р, да, делить на И к Р, вот так вот, порядка 5-10, ну, я на самом деле немножко пишу его по-другому, чем в оригинальной работе Блоха, ну, дело в том, что это, конечно, такой феноменологический закон, ясно, что это соотношение предполагает определенный характер зависимости обменного интеграла от расстояния, ну, вы его можете выбрать либо экспоненциальным, либо степенным, ну, чаще всего экспоненциальный закон на работе, ну, тогда это означает этот закон, что вот в этой экспоненциальной зависимости в показателе экспонента это будет стоять величина типа 5-10, то есть если И, порядка будет Е в степени минус, скажем, константа на Р. Вот эта константа порядка пятерки должна быть, пятерка и десятка. Вот, и такого типа оценка сразу дает возможность вам оценить, например, вот эти магнитовые константы. Дальше, ну, например, вы берете анистропию, магнитную анистропию, ну, хорошо. Я беру магнитную анистропию вида, в общем, такого второго порядка возьму. Скажем, пишу D, вот как мы на занятии вчера разматривали, плюс E, SX квадрат минус SX квадрат. Вот такая арамбическая анистропия. Ну, хотя на самом-то деле вы должны понимать, что в общем случае у вас в анистропии есть еще слагаемые, где SX, SY, SX, SY, SZ и так далее. То есть всего анистропия второго порядка на пятью константами определяется. То есть в общем случае она записывается так, сумма K и J на S, ну, или давайте лучше компоненты, альфа, бета, вот так вот, S, альфа на S, бета. Ну и сумма по всем узлам, как бы так. Ну, а дальше что вы делаете? Вот эти константы, в общем случае K, или здесь вот две константы D и E, естественно, тоже зависит от параметров решенки. Вы берете производные и точно так же получаете магнитный укрой и вклад, но источником которой является магнитная анистропия. Хотя часто на практике вот эти константы бывают очень большие для обмена, значительно больше, чем константы червопатной анистропии. Но дело в том, что, как правило, обменное взаимодействие приводит к деформации объема, как правило. На практике часто важное значение играет, наоборот, анистропная часть деформации, то есть деформация формы. И основной вклад в деформацию формы часто связан как раз с анистропией. Почему? Потому что само слово анистропия, о чем говорит? О том, что это взаимодействие, которое тесно связано с CB3 системой. Так вот, мы с вами как раз пример... Значит, давайте мы так сделаем. У нас с вами... У Солов-то ведь уже все. Он мне отдает пары. Мы с вами буквально небольшой перерыв сделаем и минут 20 еще посидим сегодня, ладно? Окей? А со следующего раза мы такую презентационную... Значит, Дима, вы договоритесь с вами, я флешку туда принесу, да, с презентацией. В следующий раз начнем с презентацией. Свою модельку, которая прекрасно объясняет происхождение магнитно-укругий свой, и не то, как, кстати, магнитно-укругий свой. Вот, давайте начнем с того, что я раз смотрю отдельный скил. Вот это лично округление, актеоррическая симметрия. Что это значит с точки зрения теоретика актеоррической симметрии? Это автоматом означает, что вот такой инистропии второго порядка? Нет. Почему? Вспомним. Дело в том, что существование такой инистропии, предполагаясь с точки зрения симметрии, что здесь входят инвариантные спиновые комбинации. То есть инвариантная точка зрения симметрии. То есть комбинация, которая не меняется при симметрии в симметрии. Ну понятно, что вот такая комбинация отражает ромбическую симметрию. Мы об этом много раз говорили. То есть симметрия типа спичного коротка, например. Но если у вас симметрия, видите, вот здесь вот, кубическое окружение, да, ну тогда что должно быть? То есть у вас единственный инвариант, который в кубе будет, да, второго порядка по спинам, вот он. Единственный инвариант, кубический инвариант. Ну так это же на самом деле константа. Это S квадрат. И в квантомеханике, ну собственно и в классике тоже, это просто квадрат длины. Вот. S квадрат, оператор, да, и мы ее можем заменить собственным значением, ну и там единичная матрица. Если речь идет об операторе. Вот. То есть на самом деле, что это означает? Это означает, что в случае актеатрической или кубической симметрии анистропии второго порядка нет. А мы, тем не менее, хотели бы получить магнитоупругую энергию. Мы говорили, иногда говорят, магнитоупругую анистропию второго порядка. Как это сделать? Ну для этого надо исказить, вообще говоря, так так. Вот давайте рассмотрим искажение этого актеатра самого общего вида. На самом деле, актеатра исказить можно. И, кстати, это как раз я говорю о механизмах, которые приводят к магнитоупругу и к анистропии. В общем, реальный механизм. Вот как можно исказить актеатра? Ну, во-первых, можно длины исказить, да, вот изменить. Ну, сделать, скажем, все длины по осям X, Y и Z разными. Ну, сделать их разными все, да. Ну, тогда у вас будет симметрия спичного коробка. И тогда, в принципе, такое слагаемое появится. Что это, кстати, будет означать? Это будет означать, что константы D, E или другие константы, если симметрия будет другой, они должны быть пропорциональны искажению вот этому. Потому что без него-то они же нулю, равны эти константы. Вот. Второй тип искажений – это изменение углов. Вот. Видите, углы-то между связями, скажем, кислород, ну, кислород, железо, кислород. 90 градусов идеально, да. Ну, а они могут исказиться. Поэтому здесь вот для этого октайда, ну, это типично для любого кубического окружения, это собственно кубическое, теоретическое и деталетическое еще. Есть два типа деформации. Деформации типа удлинения-сжатия и деформации изменения углов. Вот. На самом деле, для того, чтобы описать вот эти деформации октайда, я могу ввести тензор деформации ε. Ну, тензор, правда, будет зависеть от того, в каких осях я его запишу. Ну, как бы, не знаю это, да. Вот давайте я выберу в качестве оси, ну, прямо вот эти вот, в данном случае, оси xy, это главные оси. В данном случае после четвертого порядка. И вот составим такой тензор. Здесь я буду писать деформацию удлинения вдоль оси x. Ну, удлинение-сжатия. То есть это будет дельта lx к l, где l это просто расстояние, равновесное расстояние железа кислород. Ну, везде одинаковое, но так. Здесь будет дельта l y к l. Дальше, дельта l z к l. Это вот диагональная часть этого тензора будет. Но недиагональная часть, вот эти вот. Тут не очень, как бы, все это вот, как бы, еще сместить ниже. И вот здесь еще, вот так вот. А вот недиагональные компоненты, они будут как раз описывать изменение углов. Это вот тензор. Это изменение углов в этом октайдре. Ну, а как перевести это в компоненты тензора? Ну, в идеале ты пополам угол. Дальше мы вычитаем. Ну, вернее так, надо из. Вот дельта lx. Дельта lx. Здесь это l минус. А, нет, давайте вот так напишем. А, нет, ладно, я это ставлю. lx минус l вот так вот, да? То есть это из реального значения на равновесное вычет. Ну, так же и здесь сделаю. Я пишу вот здесь вот, вместо этой точки. Тета, только угловка у меня три. Так. Углов в три. Это у меня компонент состоит, значит, так. x, y, да? Тета, x, в общем, вот я написал. Тета, x, y, минус и пополам. Здесь тета, x, z, минус и пополам. Ну, и, соответственно, здесь тензор будет симметричным. Значит, вот этот вот компонент вот сюда уйдет. А вот эти две компоненты еще, ну, соответственно, понятны. Вот тета, y, z, минус и пополам. Ну, и, соответственно, вот здесь тоже самое будет. Тензор будет симметричным. Вот как можно построить тензор деформации этого октайла. Ну, причем, я не просто его, так сказать, вот как-то так сам придумал, так. То есть, если вы будете рассматривать этот кластер, как некую сплошную среду, ну, представьте себе, вот возьмите, соедините все это и вырежьте просто из какой-нибудь материала, так сказать. Вы можете из резинки какой-нибудь вырезать на кое-как дайвер, так. Вот. И тогда тензор деформации его, вот он прямо так и будет реально выглядеть. У него есть, повторяю, недиагональная часть, это изменение углов, и диагональная, это изменение длины связи. Это, кстати, очень важно. Кстати, интересно, что вот эти вот компоненты, не диагональные и диагональные, они еще и симметрию разную имеют. Дело очень. Дело в том, что тензор, симметричный, тензор второго ранга, симметричный тензор второго ранга. Значит, его как можно представить? Значит, его можно записать так. Выделить в нем шпур плюс анистропная часть. Я думаю, а вот, где же записано. Давайте договоримся так, что шпур меня не любует равнить. Не буду я рассматривать изменение объема этого октайта. Ну, а что это означает? Это означает, что Δx плюс Δy плюс Δз равняется 3L. То есть, в этом случае у вас, не правильского, Δx плюс Δy плюс Δз равняется 3L. Ну, дурок, ну, сумма, ну, дурок. Когда у меня шпур будет равен нулю, и остались только анистропная часть. Вот. И вы давайте эту анистропную часть, а это будет тензор, значит, эпсилон анистроп... Ну, давайте так, я А вверху напишу так, а вот компоненты влезу. На самом деле, этот тензор можно переписать в неприводимых компонентах. Я вот так напишу. Эпсилон 2Q. Это будет как раз 5 компонент неприводимого тензора второго ранга. Второго ранга. Почему? Ну, дело в том, что вот эта вот часть, эпсилон 0, преобразуется, это же скалар, да? Значит, эта часть преобразуется по D0, подставлению группы вращения, а вот эта часть по D2. По D1 здесь нет, потому что тензор симметричный. По D1, знаете, как вектор производится, только вектор дуально тензора второго ранга. Но для этого тензора должен быть антисимметричный. Если он симметричный, то у него нет этой компоненты. Поэтому здесь только есть по D0 шпур и вот по D2. Но в группе куба, а у меня, видите, симметрия кубическая, в группе куба представление D2, группы вращений, разбивается на два неприводимых представления. E-представление и D2-представление. E-представление D2. Так вот, интересно вот что. Что по E-представлению преобразуется вот эти компоненты, диагональные компоненты. Кстати, их два. Здесь параметры управляют индигональными компонентами, если шпур равен нулю. Видите? Делька S, Делька Y, ну они связаны с соотношением. Шпур равен нулю, поэтому у меня работает соотношение. Делька L. И T сумма. Ой. 0. Вот. Значит, всего две компоненты. Ну, действительно, это неприводимое представление, двумерное. А это трехмерное. Две компоненты. Ну, их по-разному можно записать, эти две компоненты. Дело в том, что в них принципиально можно выбирать по-разному. Очень часто в качестве байса выбирают так. Разность X, Y компонентов, да? И, скажем, Z компонентов. Ну, ее можно отнормировать. Вот. Итак. Да, а по T2, по T2 преобразуется три вот эти угловые компоненты. Три. Три компоненты тензора. Это описывающего изменения углов. Изменения углов. Это вот такой симметрийный взгляд на этот тензор. Еще раз повторяю, что диагональная его часть как раз будет соответствовать вот этим компонентам, приблизующим по непривым представлению Е. А не диагональные по их три будет. Там три угла. Там никаких связей нет между ними. Это вот три компоненты, которые будут называть вам T2. Тензорный характер. А вот теперь дальше идем. Вот теперь представьте себе, что я перехожу к анизотропии. То есть я провел, произвел некую деформацию октайдра, которая описывается этим тензором. А теперь я говорю, у меня с метри достава низкая. То есть у меня должна появиться анистропия. Анистропия. Причем вот эти константы анистропии. К альфа-бета. Это тоже тензор второго рамы. Причем без шпуровой. Почему? Потому что шпуровая часть даст просто S квадрат здесь, да? И она интересна, константы просто. Поэтому на самом-то деле я могу записать следующее соотношение. Вот теперь смотрите внимательно. К альфа-бета равняется, я учту, линейную связь этих констант с тензором деформации. Ну короче говоря, если тензор деформации ноль, все компоненты, то и К тоже ноль. И в линейном приближении я буду считать, что К просто пропорционально эпсилу. Но тут нужно быть очень внимательным. Дело в том, что это же тензор. Как вот записать? А записать надо так. Но представьте себе, что вы связываете два тензора второго ранга. Так? Два тензора второго ранга. Если в качестве базисной симметрии у вас группа вращений, тогда было бы очень просто. К альфа-бета, константа какая-то на эпсилу на альфа-бета. Но здесь у вас базисная симметрия, это симметрия кубическая. Поэтому правильная связь будет так выглядеть. Вам нужно будет выделить в К альфа-бета, слагаемые точно так же преобразующиеся по Е и по Т2. То есть я, значит, да, вот так давайте стрелочку запишу. Значит у меня будет КЕ, так, компоненты альфа-бета, и КТ2 компоненты альфа-бета. Ну это фактически будет диагональная часть этого тензора. Это не диагональная часть этого тензора. Ну а дальше я просто пишу связь К альфа-бета Е. Это будет некая константа. Эту константу я обозначу L Е на эпсилон альфа-бета Е. То есть диагональные компоненты тензоров К и Эпсилон одной константы связываются, я ее L Е обозначил. А не диагональные компоненты другой константы К альфа-бета Т2 равняется L T2 Epsilon альфа-бета Т2. Но это можно по-другому записать на самом деле эту связь. Это декартовые компоненты. Посмотрите, как это будет выглядеть. К альфа-бета равняется L Е на эпсилон альфа-бета, если альфа равняется бета. И равняется L T2 на эпсилон альфа-бета, если альфа не равняется бета. То есть диагональные части. Вот обратите внимание, что я фактически параметризовал теперь анистропию. То есть у меня теперь анистропия, я теперь запишу анистропию в моем искаженном кластере. Между прочим, то, что я сейчас вам расскажу, это на самом деле такая многоуровневая теоретическая задача. Причем, видите, здесь есть уровень чисто симметрийный, есть уровень, связанный с разложениями по малым параметрам. Итак, я теперь запишу то, что у меня появится. Итак, V анистропии, причем это будет у меня анистропия, связанная с деформацией. Видите, поэтому это будет магнитоупругая анистропия. М, Е, магнитный эластик. Она вот так выглядит. Сумма, альфа, бета. Вот это я должен написать, да? Ну а теперь дальше, вот этот коэффициент L, но мне нужно будет разложить по Е и Т2. Значит, я должен еще одну сумму здесь добавить. Я назначу сумму гамма, где гамма либо Е, либо Т2. Ну а дальше L, гамма. Эпсилон, альфа, бета, гамма. То есть, либо Е, либо Т2. Ну либо диагональные, либо не диагональные компоненты. Ну а дальше S, альфа, S, бета. Вот как будет выглядеть. Это магнитоупругая анистропия. Магнитоупругая анистропия. Здесь тензор деформации. Ну, правда, я же ведь что сделал, кстати, обратите внимание. Я же эту деформацию руками ввел сам и увидел, что у меня появилась вот такая анистропия сразу же. Вот, то есть, как следствие, у меня появилась эта анистропия. Теперь давайте на это же выражение посмотрим по-другому. То есть, представьте себе, что у вас это, Эпсилон, это не руками введенная анистропия, а это анистропия, которая может быть, может возникать, как результат присутствия этого слагаемого гаммектониального. То есть, тогда вы что должны сделать? Вот как вот рассчитать магнитострикцию, деформацию этого кластера? Теперь смотрите, что я делаю. Вот у меня есть такая энергия. Я добавляю еще слагаемое, которое соответствует упругой энергии. В-эластик. В-е. Ну, а как выглядит упругая энергия? Ну, упругая энергия тоже непросто вообще, как выглядит. Упругая энергия тоже непросто выглядит. А упругая энергия, это вот что у нас такое? Это КХ квадрат пополам упругая энергия. Ну, понятно, что если мы вводим смещение в терминах деформации, то есть, это будет некая такая квадратичная форма тензовой деформации. То есть, упругая энергия В-е. Так будет записано. Это одна вторая, обычно пишут так. Сумма. Альфа, бета, гамма, дельта. С. Альфа, бета, гамма, дельта. Эпсилон, альфа, бета. Эпсилон, гамма, дельта. Вот так. То есть, это квадратичная форма по тензовой деформации. С. Упругие константы. Тензор упругие константы. Это тензор четвертого ранга. Ну, понятно, что, на самом деле, в зависимости от симметрии кристалла, число компонент этого тензора, независимых компонент, может быть, сведено до минимума. Скажем, в кубическом кристалле всего только две компоненты работают. В кубическом кристалле. Ну, легко догадаться. В кубике-то у вас оси x, y, z, эквивалентные все, да? Оси x, y, z, эквивалентного. Давайте сразу сообразим. Значит, оси x, y, z, эквивалентные в кубическом кристалле. Может, константы тензора четвертого ранга будет независимо от того случая. Ну, понятно, что вот константы типа c, x, x, скажем, да? x, 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 скажем, y, 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 z, 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 одинаковые должны быть, да? Дальше такие константы, смотрите, x, x, y, y, x, x, z, z, ну, и там, y, y, x, x, y, y, z, z тоже одинаковые должны быть, да? Дальше возьмем не диагональные такие, ну, скажем, здесь я беру x, y, здесь я, скажем, x, y, а тут другие не могу взять, только x, y могу взять, потому что иначе это нулевые константы будут. Дело в том, что я говорю ведь о некой инвариантной форме упругой энергии. Это означает, что у меня сюда выйдут только инвариантные комбинации. Их можно все проверить. То есть вы берете там в кубике поворот и делаете вокруг осей там третьей, четвертой. Смотрите, как эти компоненты x, y, z друг в друга переходят. И смотрите на этот тензор. Если при этом он не меняется, значит, так, ну, чего его оставляете? Ну, если меняется, значит, он нулю должен быть прав. Соответственно, компоненты. Итак, на самом деле останутся только вот какие компоненты. Я их сейчас выпишу. c1,1 их так обозначают, c1,2 и c4,4. Вот, собственно, я их все вам обозначил. Что такое 1,1? Мы с вами договорились обозначении фолькта для пары индексов типа x, y, x, z и так далее. Значит, 1 соответствует x, x компоненте. Ну, y, y то же самое значит, да? Ну, то, что я говорил там, c, x, x, y, 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 y. Вот они все, типа c, 1, 1 обозначаются. Ну, простейший. Дальше, компоненты типа, когда вот эта пара совпадает, но отличаются от этой пары. А они между собой тоже совпадают. Это типа x, y, y, x, z, z. Это компоненты типа c, 1, 2, x, y, y. c, 1, 3, x, z, z. Они все совпадают. Берут в качестве независимой c, 1, 2. Дальше, не диагональнее. x, y на x, y. А, x, y на x, y это будет, это c66 будет, на самом деле, обозначается. Потому что пара x, y соответствует шестерке. Это y, z. Четверки, да. Четверки соответствует, значит, пара y, z, там, x нету. Пятерки соответствует пара, значит, где нету y, то есть, x, z, пара. Вот и так далее. Четверка, значит, это соответствует y, z. Вот. Но выбирается именно, вот, в качестве независимой, бруль и константы, выбирается константа с наименьшим значением вот этих вот, естественно. Ну, можно было 5, 5, 6, 6, 5. Повторяю, они совпадают. Но если вы будете симметрию другую, там, тетрагональную, или симметрию граммическую, конечно, у вас c, 4, 4, c, 5, скажем, уже не будут совпадать. Вот эти три константа. То есть ясно, что в реальном кубическом писании, скажем, это будет более простое выражение. Ну, а дальше что вы делаете? Чтобы найти деформацию, вы теперь берете, вот у вас полная энергия, можно сказать, уже упругая. У меня есть магнит упругая часть и чисто упругая часть. Дальше берете минимум энергии, то есть ищите равновесные деформации. Берете минимум энергии по деформациям, да? Здесь у вас деформация вылетает, ну а здесь деформация остается. И приравнивая производную нулю в равновесии, вы находите равновесную деформацию. Ну, я не буду с тензором в позиции, я возьму какой-нибудь тривиальный, тривиальный, простой случай. Ну скажем, пусть у меня В, магнита упругой анестропии, ну самый простой какой-нибудь я запишу, L константа, да, на эйсилон, все, тензорную часть выброшу. Ну, это сейчас для меня уже не принципиально. Ну, а дальше скажем, SZ в квадрате, опять какой-нибудь вот такой возьму, слагаем. Ну, а упругая энергию я тогда возьму так, В, упругая, одна вторая, ну ладно, просто C на эйсилон в квадрате. А дальше берем, берем, чуть-чуть, минимизируем. D, ну и полная, полная энергия, то есть габетонян фактически это у меня будет L, Epsilon, LZ в квадрате, плюс одна вторая, C, Epsilon в квадрате. Дальше я перехожу к классике, то есть крышки убираю, просто самую простую, беру ситуацию, когда H в энергию просто переходит. То есть заменяю операторы на среднее. Ну и тогда, значит, минимизируем, то есть это H я перевожу E, пишу D, E по D, E, равняется, ну, первым слагаемем будет L, L, EZ в квадрате, плюс C на эйсилон. Ну и отсюда эйсилон будет минус L, минус L на C на EZ в квадрате. Вот отсюда я вижу, что да, видите, у меня при изменении магнитного состояния, в данном случае при изменении Z, ну, появляется деформация Y. Причем она пропорциональна магнитопругой константе, вот это L называют магнитопругой константой, ну и L обратно пропорциональна упругой константой. Ну понятно, что упругая энергия сопротивляется любой деформации. Почему? Потому что C, вот они не константы, они все положительные, то есть это положительная определенная форма. Все C не отрицательные, да? Поэтому, это что, кстати, означает? Означает, что в равновесии у вас все теэйсилон нули равны, минимум энергии нулю соответственно. Ну, если бы были отрицательные значения, да, понятно, что это тогда соответственно быть устойчивым кристаллом просто. То есть у вас в каком-то направлении бы так, самопроизвольно искажался. Поэтому Цельсик положительный, ну а знак L может быть разным, по идее. Вот так мы получаем магнитную упругость. Но на самом деле, сейчас если мы немножко вернемся назад, мы увидим, что мы убили двух зайцев. Двух зайцев. В каком смысле? Двух зайцев убили. А вот смотрите, мы одновременно решили задачу расчета анизотропии, в реально искаженных комплексах. То есть вот смотрим снова сюда. Вот это же гаментонян анизотропии, если я сюда подставляю реальное значение доформации. Ну, они могут быть неизвестны. Скажем, я, если речь идет о ферритах, я просто беру, значит, рентгеновские данные по положению всех атомов, вытаскиваю, значит, вот этот кластер искаженный. Ну, всем остальным, там, регионами пренебрегая, ну, работаю в приближении ближайших соседей, значит, так. Ну, если я знаю деформации кластера, значит, я знаю стропии. И сюда прямо подставляю. Ну, деформации в этих октайнах, они известны. Скажем, в ферритах это величина порядка одного процента. Ну, они небольшие, один процент. И угловые деформации, пи пополам минус тета, или тета минус пи пополам, это порядка одного градуса. Ну, если один градус, ну, а надо ведь смотреть на фоне пи, или пи пополам, 90 градусов или один градус, это примерно один процент деформации. То же самое по удлинению. Там, скажем, если среднее значение, то есть средняя длина на железо-кислород это два экстрема, то там, значит, эти длины реальные, типа 1,98, 2,01, вот такого типа. То есть это примерно 1,2,3 процента, вот так, не больше, в реальной системе. Значит, вот эти величины Эпсула сюда прям подставляем. Ну, правда, эти константы мы не знаем. Но зато интересно вот что. Что произведение этой константы на реальную деформацию, это ведь как раз будет что? К альфа-бета. Константы дистропии. Эту константу мы можем экспериментально найти, и тогда интересный момент. Смотрите, если мы экспериментально нашли дистропию в этих искаженных кластерах, так, ну, и знаем компоненты тензора, деформации. Значит, вот эти константы магнитопруги мы можем найти прямо, прямо найти. Ну, а тогда я вам могу сказать, оу, так я тогда и магнитопругую энергию знаю. Вот. Почему? Ну, вы скажете, я же говорю, искаженном октайле, да? Вот, искаженном октайле. И какое тогда отношение эти мои величины будут иметь, значит, не вся эта теория будет иметь, магнитопругим константам, вот, с реальными искажениями, для кристалла с реальными искажениями. Да нет, нормально. Я же сказал, что у вашей информации 1%. Что это означает? Это означает, что магнитопругие свойства этой системы, они мало будут отличаться, если мы будем учитывать реальные искажения, да, либо идеальный октайлер. Разница будет небольшая. Почему? Ну, это разница определяется линейным при подвижении по есилам, ну, одним процентом всего. Вот. И поэтому вот эти вот надеянные нами значения параметров, мы можем смело рассматривать как магнитопругие константы. И тогда, пожалуйста, мы можем всю нашу теорию проверить, вообще говоря. Как проверить? Ну, возьмите, например, и деформации на эту систему, внешние какие-то, ну, давление, приложите давление. И если у вас есть способ измерения константной дистропии, то вот ведь при давлении вы есилам посчитаете. Ну, как посчитать деформации, если вам известно давление? Ну, вот, опять упругая энергия берете, дальше берете энергию механических напряжений. А как энергии механических напряжений берется? Ну, там, P – давление, но есилон – и все. То есть, это будет эффект линейный давление. Кстати, обратите внимание, здесь тоже эффект линейный по деформации, да? Эффект линейный по деформации. То есть, на самом деле, вот это слагаем уже рассматривать как некое давление на упругую под систему со стороны магнитной, ну, то есть, со стороны спина. А, кстати, и можно, наоборот, рассматривать как влияние механически, механического состояния, то есть, есилон, на спинную под систему. Это вот тоже интересный момент такой. Поэтому, на самом деле, вот эти константы можно найти, еще раз повторяю, экспериментально, зная нестрепию реального соединения, а потом рассматривать эти константы как магнит-укруги. И это все можно проверить, теория очень несложная, все можно проверить, реально. Хотя, конечно, мы рассматриваем всего лишь один механизм анестропии, потому что есть еще одноионный механизм, есть еще двухионный механизм, там, надо, и то тоже рассматривать. Ну, на самом деле, в тех же ферритах я могу сказать, что, ну, это вот уже известный факт, именно одноионный анестропия является таким, то есть решающий вклад в суммарную анестропию. Вот, поэтому вот эта вся наука оказывается справедливой. И более того, я могу, так сказать, здесь профессионально сказать, что это все действительно проверено на эксперименте. И значения упруги констант, которые получены в рамках этой модели, они вообще действительно соответствуют экспериментальным значениям с очень, кстати, хорошей точностью. Вот простая моделька, которая дает вам описание одновременно двух акций, то есть одновременно эффект анестропии, появление анестропии при деформациях. И, кроме того, позволяет описывать моменту пробу и связь. Ну вот, случаи, конечно, частные, но я думаю, что он инстрирует общую ситуацию. На самом деле в более сложных ситуациях мы только либо дополнительные механизмы еще учитываем какие-то, либо, скажем, начинаем выходить за рамки приближения ближайших соседей. Ясно, что здесь речь идет. Мы в кристалле вырезаем, как бы, некий оптайдрис, включающий ближайшие только анимоны, в данном случае шесть кислорода, а всем остальным пренебрегаем. Ну, это хорошее приближение. Надо сказать, что вообще в твердых телах, молекулярных системах и так далее приближение ближайших соседей, ну, это такое вот рядовое приближение, которое по умолчанию просто всегда используется, всегда работает. и ситуация оговаривается специально, если она не работает. Вот это все-таки более такие редкие, более экзотические ситуации. Все на сегодня. Значит, в следующий раз я презентацию, которая будет касаться вопросов, иначе я примерно круг вопросов отчерчу. Значит, это вопросы... Помните, я вам презентацию по словам еще давнее? Мы по ней близненько приближимся. Раз. Потом мы с вами рассмотрим вопросы микроскопического расчета на счет магнитной восприимчивости. Раз. Антфлеговский механизм, отличный параметик транспорта и пейса. Потом мы рассмотрим каратейненькое приближение молекулярного поля магнитика. Потом рассмотрим каратейненькое пробление движения для спинов. Потом мы рассмотрим спиновые волны магнитика. Вот у нас будет такой завершающий уже вопрос. Спиновые волны. Ну вот, все-то на уровне уже презентации. Хотя я на скет тоже прибегать буду, в меньшей степени. Все, до сегодня. До свидания.